здравствуйте друзья и снова хаукола сегодня будем смотреть нашу поездку в дендрарий сочинский дендрарий является зеленой сокровищницы российских субтропиков насчитывающей более 1800 экзотических редких растений кроме флоры дендрарий гордится редкими животными и птицами живущими в нем а также канатной дорогой с впечатляющими видами на горы и море которые открываются на верхней точке дендрария парк дендрарий основан в 1892 году кудековым сочский дендрарий замечательный памятник садово-паркового искусства прекрасный уголок отдыха и объект познавательных экскурсий для жителей и гостей города-курорта сочи в начале 60-х годов прошлого столетия общая площадь дендрария увеличилась до 48 гектар были созданы пруды с каскадами розари географические отделы в которых представлены флоры кавказа и средиземноморья северной и южной америки восточной азии австралии и новой зеландии в течение всего года в начале 50 гектар-каза и географии Для удобства посетителей в 1978 году начала работу подвесная канатная дорога. С высоты птичьего полета хорошо просматривается панорама всего парка и города. Территориально сочинский дендрарий находится в районе Светлана. Это Хостинский район Сочи. Как же был создан этот замечательный парк? В 1889 году издатель петербургской газеты, коллекционер и драматург Худеков приобрел в Сочи 50 десятин земли на склоне Лысой горы. Там в 1899 году была построена его вилла Надежда, названная в честь жены Надежды Алексеевны. На 15 гектарах заложен парк, а рядом сливовый и персиковый сад. Растения для парка закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа. Большой знаток экзотических растений Худеков высадил в парке около 400 видов деревьев и кустарников. Он же осуществил планировку парка вместе с своим другом садовником Булангао. Парк строился по типу франко-итальянских террасных парков конца XIX века и постоянно пополнялся новыми растениями. К парку красили скульптуры и вазы, заказанные во Франции открыты из чугуна мастерами франко-итальянской компании Дюреном и Капеллару. В 2022 году парк национализировали. В 1944 году Дендрарий передали Сочинской научно-исследовательской лесной опытной станции, преобразованный впоследствии в НИИ гор-лес-экол. В июне 1977 года с курортного проспекта была опущена канатная дорога. Вид с нее просто замечательный. Сочинский Дендрарий вошел в состав Сочинского национального парка в качестве структурного подразделения. Кстати, непонятно, почему на территории национального парка строятся различные курортные гостиницы. В настоящее время площадь парка составляет 49 гектаров. В нем произрастает более полутора тысяч видов формы сортов древесных и кустарниковых пород. Парк имеет большую коллекцию сосен, 76 видов в количестве 1890 экземпляров, множество редких сутропических растений. Парк состоит из двух частей – верхней и нижней. В нижней части построен аквариум, в котором представлены обитатель Красного моря, имеется и пруд. В парке созданы отдельные уголки, где компактно растут коллекции растений Кавказа, Японии, Китай, Австралии, Средиземноморья, Северной и Южной Америки. Парк Дендрарий Парк Дендрарий – важная экспериментальная база. В нем прошли испытания редких в лесоводческом и декоративном отношении экзотических растений, которые составляют сейчас коллекции Ботани, Средней Азии, Румынии, Чехии и многих других стран. В год из Дендрария отправляются более тысячи образцов семян редких растений различных учреждений мира. Томнико-экзотические растения передаются и для озеленения Сочи. В общем, всем рекомендую посетить этот парк. Получить неизбываемое наслаждение. Ну, лучше подняться по канатной дороге до верхней точки парка, а потом спуститься вниз, так как подниматься пешком вверх намного сложнее, чем спускаться вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 С вами был Дымовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал. И включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА